Дальше мы будем переходить к трапезе Господней. Сегодня у нас причастие. А можно не переводить, да? Спасибо большое. Ну, что есть причастие? Причастие, оно как бы само по себе говорит о том, что быть частью кого-то, правда? Что Писание говорит, что мы плоть от плоти Его, кость от кости Его. И вы знаете, вот просто давайте мы вначале прочтем это место, которое я сегодня хотел бы открыть. Это послание к римлянам. Апостол Павел пишет в 6 главе, можно с 12 стиха. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему и в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и членам вашего Бога в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Мы не под законом. Аминь. Мы под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Так. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Скажи аминь. Вы знаете, я думаю, что я готовил это слово к прошлой проповеди, потому что у нас намечалось причастие в прошлый раз, но мы не успели. И это было у меня как такое логическое завершение вот этой очень благословенной темы о 12 шагах, которая помогла уже сотням миллионам людей освободиться от любых зависимостей от наркотиков, но самое главное – от зависимости и рабства греха. Я думаю, что вообще суть вот этой программы – именно освободить и дать ясность, еще более такую, можно сказать, четкую программу, чтобы мы уже не сомневались. Просто кто-то потрудился, кто-то так вот разжевал, кто-то так пережил, пропустил через себя, сам получил освобождение. Знаете, здесь я просто проникся вот этими словами Павла, о том, что так как вы были раньше просто одержимы каким-то грехом, станьте вот такими же рабами праведности, как раньше вы служили дьяволу, так теперь служите Богу. Я когда-то сказал Богу так, чтобы, Господи, я был реально одержимым человеком, я был одержим грехом. Сделай меня вот настолько же жаждущим в отношении святости, в отношении праведности Твоей. И Бог меня, я рассказывал это много раз, освободил от многих зависимостей, и я стал рабом праведности. Жалею ли я об этом? Или кто-нибудь жалеет из вас о том, что он стал рабом праведности Иисуса Христа? По вере. Жалеете ли вы о том, что вы стали рабами святости? По вере. Потому что в тот момент, когда мы поверовали, кровь Иисуса Христа очистила нас и освободила нас от рабства греха, от рабства беззакония. Понятно, что Писание говорит о том, что мы можем согрешить. Апостол Иоанн пишет в своем послании, в первом послании Атану, что все мы согрешаем. Ну, в то же время он призывает к тому, чтобы мы хранили себя. И вы знаете, вот здесь просто я бы хотел внести ясность, как нам хранить себя. Во-первых, на самом деле, мы можем в первую очередь стараться не грешить, по крайней мере. Мы люди, мы можем ошибаться, мы можем допустить мысль, мы можем соблазниться, мы можем посмотреть не так, подумать не так, что-то сделать не так. Но апостол Иоанн добавляет, ну, даже если вы согрешили, да, то кровь Иисуса Христа, что когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В этот же момент. И так мы можем стараться сохранить себя от греха, мы можем исповедовать свой грех, и тогда кровь Иисуса Христа тут же мгновенно очищает нас от всякого греха. Но я думаю, что очень важно нам помнить всегда самое главное, о том, что очень важно, и самое важное находиться в непрестанном общении с нашим Господом, Иисусом Христом, который жив и воскрес, который умер и ожил, который одержал полную победу, как сегодня брат Сергей проповедовал, полную победу, скажи, полную победу над смертью, над адом, над дьяволом. Сегодня нам не страшна смерть. Для нас смерть – это всего лишь переход. И более того, церковь сегодня, я буду уже проповедовать об этом, когда вернусь с нашей поездки, потому что мы уезжаем скоро с Наташей, церковь держит в своих руках что? Ключи ада и смерти. На самом деле, это таинство. Не все об этом даже понимают, о чем идет речь. Иисус Христос в своей руке держит ключи ада и смерти, и Он отдал эти ключи церкви своей. И врата ада не одолеют. Аминь. И поэтому нам нечего бояться. Но как владеть вот этими ключами? В чем власть над смертью? В чем наша власть над смертью? В чем наша власть над адом? Вам интересно было бы об этом узнать? Вот прониктесь, вы можете сами это исследовать по симфонии, просто по писанию, просто покопаться в какой-то христианской литературе. Но вот мне буквально недавно Бог просто начал открывать. Я нигде это не читал, но мне стало просто интересно. Я стал задавать Богу вопросы, и тут же начали приходить очень такие благословенные ответы, которые лично меня очень сильно вдохновили. И сегодня я вот именно к этому привожу вас, о том, что еще один способ, как хранить себя в святости, это, конечно, причастие, это евхаристия, это погружение в тело Господа. И вот как доктор я что могу сказать о том, что, вы знаете, конечно, в теле человека, как вот недавно мы разговаривали с Олегом Григорьевичем, да, у нас интересная такая тематика, и он сказал о том, что, ну, вы доктора, что вы делаете, в принципе, вы даже, я вспомнил, что и сын, он прочитал цитату какого-то великого человека, который говорил так, что доктора находятся в довольно стойкой иллюзии в отношении того, что они могут помочь человеку, потому что лечат они от тех заболеваниях, о которых они не знают практически ничего, и лечат человека, человека, о котором они не знают вообще ничего, понимаете? Я сегодня профессор по церебральным заболеваниям, просто подтверждаю тот факт о том, что я сегодня могу сказать, что я ничего не знаю. Чем больше мы проникаем в клетку, тем больше мы понимаем, что там это все настолько сложно, и все сложнее и сложнее, и чем больше мы углубляемся, тем становится все непонятнее. Почему? Потому что мы не можем познать глубину и таинство величия Божия. Мы не можем познать Его. Никогда не сможем, понимаете? А мы туда лезем и пытаемся что-то вот так. Но Бог, конечно, и написано в премудрых сценах Сирахова в 38 главе, что Бог иногда и врачей использует для своей славы, но все-таки мы, доктора, никогда не сможем сравниться с той Божьей славой, которая вот одним прикосновением, потому что Он знает нас совершенно, потому что Он нас соткал во чреве наших матерей, потому что Он наш творец, потому что Он наш создатель. Просто, вы знаете, кто-то у кого-то компьютер поломался и он там, ну все, конец, все. Что я могу там сделать? Ну, я же не буду туда сам лезть, я не разбираюсь в этом. Но приходит мастер, или вот буквально вчера со мной произошел, у меня в капоте что-то там, механизм какой-то повредился. Я говорю, вот я нажимаю вот эту, ну, это друг мой приехал, Данила и София, он ко мне приехал как к доктору, а я к нему обращаюсь уже как к мастеру, потому что у него салон. И говорю, вот отодвинул рычаг на себя, а капот там что-то вот даже не щелкает, там что-то там заело, мы теперь с Наташей вдвоем, я говорю, ты ей тяни, а я тут дергаю, короче, и тогда только капот открывается. Ну, для нас это неразрешимая проблема, сделай что-нибудь, ну, помоги-ка, я же тебе помог. Он подходит там, говорит, ну, ты дергай, я буду поднимать капот, раз вдвоем открыли, он поднимает, что-то там вот так вот покрутил, защелкнул, одна минута, понимаете, одна минута, говорит, все, как все, я думал, что там что-то какое-то, нет, нет, там просто немножко, это капот у тебя тяжелый, он там что-то слишком прижал, там надо было немножко отвинтить, отжать, короче, мне это, говорю, ни о чем не говорит, говорю, ну, просто вот, я говорю, мы иногда мучимся, да, Бог просто, он говорит, ранами Иисуса вы уже исцелились, вы стали его частью, в нем нет болезни, во Христе Иисусе нет болезни, в нем нет смерти, он все победил, так держитесь его, держитесь Христа, будьте в нем, стойте в этой свободе, аминь или не аминь, это, это великая благодать, это правда, и вот мы, для этого сегодня мы приходим к чему-то святейшему, к тому, что мы через то, что мы принимаем по нашей вере, потому что Иисус Христос так заповедовал, плоти от плоти его, это, ну, бесквасный хлеб, это виноградный сок, да, о том, что мы принимаем, как прообраз его драгоценной крови, и мы с верой в то, что мы, мы уже его персти, мы уже его часть, мы причастники божественного естества, написано, мы плоть от плоти его, мы кость от костей его, не пристанно умываемся драгоценной крови, но вы знаете, от нас тоже что-то зависит, все-таки, я вот хотел, чисто как доктор, то, что я знаю, по крайней мере, вы знаете, вот сердце работает, если сердце не будет работать, то и тело все, оно просто довольно быстро умрет. Ну вот, по древнейшим канонам медицины, это и у Гиппократа, и у Авиценны, это и в китайской медицине, это все прописано уже тысячелетиями, о том, что все-таки, когда человек обездвижен полностью, он не может долго жить. Движение стоит практически на первом месте, то есть надо двигаться. Академик Амосов, ну, самый такой известный доктор, хирург, который уже вот в старости, вот в преклонных годах, и вот он уже слабенький такой, чем-то он заболел, я точно не помню, но когда к нему пришел друг, говорит, доктор, что я могу для вас сделать? Ну, вы же академик, что я могу для вас сделать? Говорит, купи мне килограмм гречки. Говорит, странно, говорит, у вас, ну, подумал еще, странно, что это, килограмм гречки, что это такое вообще? Ну, раз попросил, куплю. Приносит ему гречку, говорит, положил рядом, говорит, а что вы будете с ней делать? Он раздирает, открывает пакет гречки и начинает вот так по зернышкам, берет одно зернышко, встает со своей постели и пошел. И несет вот эту крупинку до дальней комнаты, до дальнего подоконника и ложит туда. Возвращается обратно, берет еще одно зернышко и опять несет. Говорит, что вы делаете, академик? Говорит, движение, нет ничего важнее, я буду вот носить эту гречку туда и обратно, пока вот я, пока я живой, пока я душу, я буду двигаться. Вы знаете, наши ноги как устроены, клапана, вот венозная система, венозной системе ног человека, вот кровь стоит, вот когда человек обездвижен, кровь стоит, например, человек сидит целый день за компьютером, не двигается, напряжение вот в таком, кровь стоит, не двигается, а нужно сделать качок, то есть венозная кровь в ногах, она не сможет подняться наверх, пока вы не сделаете какое-то движение, потому что вены на ногах работают, там есть клапана, как насосы, то есть они работают только тогда, когда ты сделаешь шаг, вот сделал шаг, там все напряглось, кровь поднялась, и клапана не дают ей спуститься вниз, понимаете, и вот человек встал, немножко просто подвигался, прокачал кровь, циркуляция пошла, ноги ожили, там уже они не такие холодные, там руки немножко помял, вот просто вот так гимнастику какую-то сделал, все, циркуляция пошла, то есть вы представляете, то есть я о чем говорю, сегодня мы тело Господне, но от нас тоже требуется участие, Христос не все делает за нас, Он ожидает то, что мы тоже будем в нем двигаться, понимаете, поэтому вот это послание к римлянам апостола Павла, это есть призвание, не думайте, что Христос сделал все абсолютно за вас, от вас что-то тоже требуется, храните себя, берегите себя, двигайтесь, плод у вас есть святость, что предайте себя, отдайте себе в рабы праведности, и так далее, то есть апостол Павел говорит, двигайтесь в Духе Святом, двигайтесь в помазании, проталкивайте драгоценную кровь Христа, вот так через себя, чтобы она у вас не стояла, чтобы она проходила через вас постоянно, понимаете, да, чтобы она не стояла, потому что даже кровь, если она стоит, она перестает действовать, давайте мы вот это запомним, аминь, слава нашему Богу, давайте мы сегодня приступим, я хотел пригласить ее, да, что, я не понимаю, пастор Андрей хотел пригласить, участвовать, да, в трапезе Господне, да, скажи, пастор Андрей, пастор Роман, слава Богу, пастор Андрей, типа, шесть, оминь, я хочу, ну, вонюбь, тебе,